Неизящная словесность Здравствуйте! В эфире подкаст «Неизящная словесность», в котором мы продолжаем говорить о разных, но одинаково ценных для нас книгах издательства «Новое литературное обозрение» от художественной прозы до мемуаров. Ведущие подкаста, поэт и редактор НЛО Денис Ларионов и Денис Прослаков, журналист и исследователь. Мы давно не разговаривали о собраниях сочинений, а между тем это по-прежнему одно из магистральных направлений НЛО. В прошлом году мы завершили публикацию собраний Михаила Гаспарова. В этом подкасте мы уже говорили о большом и малом собрании Дмитрия Пригова, а сегодня поговорим о собрании сочинений Генриха Сабгира. На момент выхода этого подкаста из типографии приедут уже все тома четырехтомника. О том, каким он получился и почему это случилось столь стремительно, мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. Это филолог, доцент, неувший составитель третьего тома собрания Михаил Павловец. Добрый вечер, Михаил Георгиевич. Добрый вечер. А также поэт и исследовательница литературы и медиа Анна Родионова. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. И начать бы я хотел с вопроса Михаилу Георгиевичу, как составителю, одному из составителей этого собрания. Кому и как пришла в голову идея этого издания и каков был общий концептуальный подход и, если можно, рассказать немножко про концепцию каждого тома. Необходимость этого издания давно назревала, потому что последнее представительное издание Сабгира выходило ровно 15 лет назад. Когда в издательстве «Время» в 2008 году вышла книга «Складень» под редакцией Юрия Борисовича Орлицкого. Но нужно знать, что Юрий Борисович Орлицкий не только очень крупный стиховед, литературовед, исследователь, поэт. Он, можно сказать, конфидент и друг, ученик Генриха Сабгира. Более того, Сабгир ему передал свой бумажный архив и ему передал самое главное – свой электронный архив. Дело в том, что Сабгир, один из первых русских поэтов, осваивал компьютер, причем ему страшно нравилось набирать свои тексты не на машинке, а именно на компьютере, использовать возможности компьютерной верстки, компьютерного хранения текстов. И да, так получилось, что Сабгир сам, уже понимая, что он не молод, понимая, что у него большие проблемы со здоровьем, сам сформировал первый вариант своего собрания сочинений, расположив их по четырем томам. Это были тома поэзии, крупных поэтических форм поэм, тома прозы. И именно это собрание досталось Юрьевичу Орлицкому. Он на него опирался, когда делал книгу «Складень». Но с тех пор попытка выпустить еще одну книгу, потому что в «Складень», конечно, не вошла значительная часть этого собрания. Ни к чему не приводило. Издательство либо хотели, чтобы им деньги заплатили за издание. Не находило спонсоров, кто мог бы оплатить. А дальше была замечательная история. Меня и Данилу Давыдову, тоже известного критика, литература веда и замечательного поэта, Ирина Дмитриевна Прохорова пригласила поучаствовать в «Круглом столе», посвященном новинкам издательства НЛО. Это было ровно год назад на ярмарке «Нонфикшн». Мы выступили, поговорили о книжках, которые вышли. Попрощались с Ириной Дмитриевной. И дальше с Данилой стояли и пили кофе в кафе «Нонфикшн», обсуждая литературные дела. И тут, видимо, идет усталая Ирина Дмитриевна. Присоединяется к нашей компании. Расспрашивает нас, как дела. И говорит нам, что бы нам такое издать хорошее. Как вы думаете? Мы в один голос с Данилой говорим, издавать надо сабгира. И рассказываем жалостную историю, что 15 лет сабгира не выходит. А это очень плохо, что он не выходит. Книжка с слогина недоступна. В интернете очень многого нет. А главное, ведь выход книги – это очень мощный инструмент привлечения внимания к поэту. Напоминания о его месте, о его значимости, о его текстах и так далее. К тому же сабгира мы не имеем полного сабгира. Легко более-менее представитель. Ирина Дмитриевна сказала, замечательно. А быстро сможем сделать? Мы говорим, сможем. Потому что у Юлия Борисовича есть уже готовый четырехтомник. Его только берешь и издаешь. Ирина Дмитриевна говорит, хорошо, я позвоню Юрию Борисовичу. Надо сказать, что Юрий Борисович был тогда в довольно мрачном настроении. Пессимистическом. По целому ряду причин. Он не верил в успех нашего безнадежного предприятия. Он говорил, нет, ничего не получится. Не сдаст, откажется. Еще что-нибудь. Не договоримся, говорил он. Разговор действительно был довольно сложный. Потому что Ирина Дмитриевна сразу поставила довольно тяжелое для нас условие. Для нашей творческой группы. Она сказала, что тот принцип, который предлагает Сабгир, неприемлем для этого издания. Что хотелось бы найти какой-то иной, новый яркий принцип. Неожиданный. Желательно такой же, например, какой был использован для издания пятитомника Пригла. Кто знает прибыль, знает, что там тоже тексты разной природы. Стихотворные, драматургические, прозаические, эвакцистические. Перемешаны по определенным принципам. И мы должны были очень быстро, очень оперативно. Пока Ирина Дмитриевна не передумала. И пока есть такая возможность. Предложить свой принцип. Это только усилило пессимизм Юрий Борисович. Но тем не менее, он согласился возглавить нашу команду. Более того, в эту команду он пригласил еще одного очень хорошего филолога. Нашу коллегу Светлану Артемову из Тверского государственного университета. И мы договорились, что это будет четырехтомник. Мы договорились, что каждый из нас будет один делать. Каждый возьмет на себя один какой-то том. А Юрий Борисович помимо своего тома будет осуществлять общее руководство. Осталось только придумать, как делить эти самые тома. Можно я похвастаюсь. Можно я немножко своей тщеславия потешу. Дело в том, что я страшно увлечен. Очень люблю эту книжку художника Виктора Пивоварова. Ближайшего друга Сабгира. Сабгир и Холин летающий. Это такой цикл картин. На которых Сабгир и Холин изображены в самых разных своих непостасях. Сабгир и Холин летающие. Сабгир и Холин лежащие. Сабгир и Холин плюющие. Сабгир и Холин авангардные. И так далее. Сабгир и Холин в аду. Я сказал, послушайте. Сабгир прежде всего интересен своей полифоничностью. Своей полиморфностью, разнообразием. Сабгиров много. А давайте мы попробуем найти принцип четырех разных Сабгиров. И каждый из этих Сабгиров будет представлен одним каким-то томом. За эту идею мы все зацепились. Стали говорить. Я сразу сказал, что, например, я четко вижу, что есть Сабгир авангардный и есть Сабгир классический. Собственно, об этом писал свою известную статью Юрий Борисович Орлицкий. Программная статья. Я готов взять на себя том Сабгир авангардный. Данила сказал, что есть Сабгир полифонический. Я возьму на себя Сабгир полифонический. Юрий Борисович, я люблю мифологического Сабгира. Поэтому у меня будет Сабгир мифологический. Но осталось только уговорить Светлану, чтобы она взяла том классический. Светлана взяла том Сабгир классический. Вот получилось у нас четыре тома. Сабгир полифонический. И название этому тому мы дали по первой, может быть, самой значимой, самой значительной книге Сабгиры, это книги «Голоса» начала 60-х годов. Второй том «Мифы», второй мифологический том, его взял Юрий Борисович. Я взял том «Авангардный», благо, что только что защитил диссертацию по послевоенному авангарду. И название мы дали этому тому «Глаза на затылке», так называется, одна из книг Сабгиры. И, собственно, «Глаза на затылке» – это еще известная английская идиома. И это известный принцип затылочного зрения, который разрабатывал авангардист Туфанов. Третий глаз тоже быть не в солнечном сплетении, не на лбу, а на затылке, чтобы давать такое, как сказать, панорамное зрение на все 360 градусов. Ну, а классический том, как я еще раз сказал, взяла Светлана Артемова. И буквально, что я сказал, что это был разговор в декабре, в начале декабря 22-го года. Уже в декабре 23-го года на ярмарке Nonfiction мы презентовали первые два тома, которые уже вышли. То есть понятно, как быстро все это делалось, в какой лихорадке, можно сказать, творческой. Но мы очень гордимся этим. И в связи с этим у меня теперь вопрос к Ане. Вы, насколько я понял, уже как бы ознакомились примерно с содержанием каждого из томов. Как вам такая концепция и насколько она соответствует вашему представлениям о Сабгире? Да, мне кажется, что как раз концепция очень удачная и расположение очень удачное. И сам факт выхода такого собрания сочинений, он тоже, мне кажется, очень важен. Потому что Сабгира долгое время воспринимали на таком поверхностном уровне, как мне кажется, как такого типичного представителя Леонидовской школы, которая тоже уже немножко в таком обыденном сознании местами начинала застывать и становиться неким мифом о самой себе. И как раз вот это собрание сочинений, на мой взгляд, очень хорошо показывает, во-первых, разнообразие, во-вторых, действительно такую пластичность авторского метода, который совершенно не ограничивается ни вот этим представлением о Леонидовской школе, ни представлением о какой-то такой твердой, непробиваемой границе между официальным и неофициальным полем. На мой взгляд, как раз вот такое углубление в отдельные авторские методы позволяет смотреть шире на то, что авторы недавнего прошлого могли делать. И на мой взгляд, вот это разделение как раз очень удачно, несмотря на то, что оно, как уже было сказано, не совсем соответствует той системе, которую предлагал, собственно, сам Сабгир. Но, тем не менее, мне кажется, что как раз такой немного игровой, но в то же время аналитический способ посмотреть на его творчество вот такими сегментами, мне кажется, вполне соответствует не только авторскому методу, но и, собственно, контексту, в котором сейчас эта книга издается. Я вот хотел бы зацепиться за то, что сказала Аня, и предложить, спросить. Во-первых, я поздравляю вас, Михаил, и нас всех с этим четвертомником. Совершенно замечательным, очень интересным, и который можно читать еще один год, когда выйдет еще какое-то сочинение, потому что он требует очень подробного выживания и просто удовольствия от чтения. Я вот хотел, как бы, такой у меня возник тезис, что не кажется ли вам, что помимо каких-то, ну, вот, канонических моментов, которые необходимо, необходимость издать издание такого большого, самого сочинения классика русскоязычной поэзии. В какой-то момент мне показалось, что Сабгир является таким прототипом некого актуального контемпороавтора, который одновременно очень мобилен и протеичен в своих подходах, но при этом какая-то доминанта смысловая и какие-то обсессии авторские у него присутствуют постоянно. Кажется ли вам, что издание Сабгира – это еще, как бы, реактуализация и издание вот еще одного такого молодого поэта Генриха Сабгира? Или все-таки это довольно сложно, вот, реактуализировать его таким образом? Вопрос, соответственно, к Михаилу и Ане. Ну, я обращу внимание, да, что этот вопрос очень хитро был задан. Это, скорее-таки, риторические вопросы. Мне кажется, что сам Денис согласен с этим, да, утверждением поданного в форме вопроса. Конечно, это так и есть. И я могу даже обосновать эту позицию. Дело в том, что есть такой, ну, как бы, комплекс этот, синдром, наверное, синдром – это более точное слово, в нашем литературоведческих кругах, в преподавательских кругах, критических кругах, искать пару к первому поэту второй половины XX века. У нас вообще так мышление устроено довольно канонично, да, иерархично. И вот есть такая вот, ну, как сказать, уже конвенция, что есть первый поэт, второй половины XX века – это Иосиф Александрович Бродский. Но, опять же, это свойство, видимо, нашей русскоязычной, русской и российской культуры. Вот ее, она сама такая дуалистическая, это и в гербе государства проявлено, и в нашей такой одновременной открытости Востоку и Западу. Вот. И поэтому мы никогда не удовлетворяемся единой фигурой, мы всегда ищем пару на первом поэту. То есть, если у нас Маяковский, то, значит, у него в пары Есенин должен быть, да. Если у нас Цветаево, то обязательно Ахматова. То есть, соответственно, если Бродский, то кто второй? И вот надо сказать, что разные имена обычно называют. Вот. Там питерские, например, коллеги любят Бродскому противопоставлять Кривулина, например, да. Или Ранзона. Патриотический, так и национально-патриотический лагерь. Их кандидатуры – это Николай Рубцов или Юрий Кузнецов. Ну, и, собственно, москвичи, и нередко это так было, Бродскому сопоставляет и противопоставляет его доброго приятеля. Человека, который разделял с ним взаимное, очень глубокое уважение. Генриха Сабгина. Причем очень удобно их сопоставлять, противопоставлять. Примерно ровесники, близкие по возрасту. Один питерский, другой московский. Один продолжатель такой неоакместической линии в поэзии. Другой продолжатель неофутуристической линии в поэзии. Но для меня в этом сопоставлении есть одно очень важное заковык, на которое бы я хотел обратить внимание. Все-таки Бродский и многие, в том числе те, кто его апологеты, отмечают, что Бродский – поэт, который, скорее, очень многое в поэзии закрыл. То есть, любой человек, который пишет после Бродского, слишком легко попадает в инерцию его стиля, слишком легко становится эпигоном Бродского. И молодая поэзия очень часто страдает из-за того, что из этой инерции не может выбраться. Мы понимаем, о чем идет речь. Кто такой братскизм в поэзии? То есть, Бродский завершил некую очень большую классическую, неоклассическую традицию и запретил туда идти. Либо, если что-то туда идешь, то должен это интерпретировать и рефлектировать свою собственную зависимость от Бродского. Как это делал, например, Лев Лосев или Борис Херсонский. Сабгир, в этом смысле, мне кажется, не столько закрыл, сколько, напротив, поэт, открытый будущему. И как поэт, продолжающий футуристическую линию. И как поэт, всегда испытывавший... Вот об этом очень хорошо рассказывал Данил Давыдов, ученик Сабгира. Всегда испытывающий огромный интерес именно к молодой поэзии. Охотно вводящий в литературу молодых поэтов. Выступавший на вечерах молодых поэтов. И поэтому страшно интересно как раз. И сам Сабгир, как Денис очень здорово сказал, как молодой поэт. Как поэт, пишущий не под бременем своих заслуг и своего метода, и своего наследия. А постоянно ищущего новых путей в поэзии. И как поэт, который оказывается актуален для молодой поэзии. Для поэзии следующих поэтов. Я теперь с удостоймой Ане так слово передам. Да, я как раз хотела дополнить Михаила Георгиевича. В этом ключе, в том, в чем же все-таки актуальность Сабгира сейчас. Потому что действительно, с одной стороны, вот этот статус практически классика. И собрание сочинений тоже отсылает к какой-то еще большей канонизации. Хотя, конечно, оно устроено намного сложнее. И действительно, скорее позволяет на Сабгира по-новому посмотреть. Как на действительно молодого, нового поэта. Мне кажется, что это все не случайно. И Сабгир интересен именно сейчас. Потому что современная поэзия сейчас, на мой взгляд, она переживает или, может быть, уже пережила такое достаточно радикальное смещение полюсов концептуального напряжения. Которое держалось в предыдущее десятилетие. И, с одной стороны, да, и поэты, и критики сталкиваются с такой невозможностью, наверное, точного определения. Потому что какие-то инновационные формулы, опять-таки, десятых, они не то, чтобы что-то конкретное могут описать. И различные навязшие в зубах противоположности вроде социального и метафизического письма, прямого и темного, аналитического и опытного, например, они и раньше были достаточно узки. А в применении к поэзии последних лет оказываются не просто узки, а в большей степени бесполезны. И сейчас поэзия регулируется такими достаточно разными установками, которые зачастую сшиваются и соединяются очень непредсказуемо. Да, наверное, по той же логике, по которой сшивается и соединяется информация в сознании современного субъекта. И это даёт возможность перемещаться в поэтическом высказывании между разными дискурсивными возможностями, стилистическими возможностями, снова обращаться, кстати, к той же полифонии, например, эмигрировать от языковых абстракций, например, до конкретного описания действительности. И в то же время дискурсивная реальность, в которой современная поэзия существует, она тоже поляризована до предела, накаляется в чудовищной политической обстановке и так далее. И вот в этой точке развития новейшей поэзии, как будто бы особенно важными становятся фигуры, которые так или иначе работают с вот этой сочетаемостью конкретного и абстрактного, чего-то дискурсивно-неуютного и в то же время исчерпанных формул лирического, исчерпанных формул поэтического высказывания в таком самом общем виде. И, например, на этом фоне очень понятен и симптоматичный интерес такой повальный с разных совершенно сторон молодой поэзии, интерес к метареалистам, чья пограничная позиция и пограничная поэзия тоже, в общем, мне кажется, резонирует с тем, что мы можем наблюдать сейчас. Но мне кажется, что таких авторов намного больше, которые могли бы что-то подчеркнуть в происходящем. И как раз Генрих Сабгир, на мой взгляд, один из таких авторов, наряду с некоторыми другими представителями Леоназовской школы, но сейчас, естественно, не буду о них подробно, сосредоточить на Сабгире. Наверное, здесь, в его работе, мне кажется, важным вот это обращение одновременно к абстракции и к конкретике языка, даже к такому конкретизму языка. И в то же время такое же внимание уделяется натурализму окружающей реальности и дискурсивному фону. То есть эти тексты полифоничны не только в таком сугубо литературоведческом смысле, они еще и действительно полинаправлены на совершенно разные зоны как реальности, так и какого-то высказывания о ней. И эти качества, на мой взгляд, особенно важны сейчас, когда вот эта открытость к чему-то внешнему, следовому, наряду с разноплановой языковой работой кажется такой своего рода основой для соединения такого более имманентного взгляда на поэзию, как на текст, устроенный по своим законам, и взгляда более контекстуализирующего. Да, здесь имеется в виду какие-то такие более социологические, антропологические ракурсы, без которых в нашей современной реальности, мне кажется, сложно обойтись. Какими бы текстами были, все равно есть некоторая социальная и политическая реальность, которая будет вносить в них свои правки. И, на мой взгляд, Сабгиру как раз удалось вот это все совместить, благодаря такому смелому достаточно обращению к вроде бы дискредитированным официальной советской культурой темам. Например, техника и человек, автоматизация и повседневность, экзистенциальный опыт, мистический опыт и так далее, и так далее. И вот эта способность удерживать одновременно столь разные пласты, при этом удерживать с помощью каких-то минимальных, с помощью минимальной формы, с помощью минимального насыщения текста чисто лексически. На мой взгляд, это очень важно, и это то, что еще только предстоит, на мой взгляд, современной поэзии распаковывать и изучать далее. Большое спасибо, Аня. Что называется, плюс сто пятьсот. Я героически согласен с тем, что ты сказал. Да, я вот придумал такой вопрос, вброс. Мне кажется, очень широкому читательскому кругу Сабгир прежде всего известен как детский писатель и поэт. Вот с чем это может быть связано, и насколько много детского Сабгира в этом четырехтомнике? Это личный вопрос. Я даже, можно сказать, камин-аут небольшой. Дело в том, что первым поэтом, с кем я познакомился из Леонозовцев, и вообще один из первых моих поэтов, это был, как раз, Сабгир, потому что, во-первых, в первом классе я учился по букварю, составленному Сабгиру, стихи в котором не подписаны, но были написаны Сабгиром и Игорем Холлиным. То есть, вот это стихотворение про умные машины, продают билеты, добрые машины делают конфеты, это Холлим. И действительно, эти стихи были, очень сразу чувствовалось, насколько они выбиваются из того, что обычно мы понимали под поэзией, детской поэзией, советской поэзией и так далее. Кроме того, книжка о кубарике томатики, веселой математике, такая познавательная книжка, стихотворно-прозаическая, с массой задач, головоломок, шуток и так далее. Вот, любимейшая книжка, я ее нашел на улице и зачитал ее просто так, она развалилась. Материально перестала существовать, после того, как я ее по-настоящему прочитал. Вот. И наследие Сабгира детское, оно огромное. Оно огромное. Но проблема в чем? Что, да, там очень много разного качества текста. Более того, целый ряд текстов существует в полноценной, как и вообще это нормально, да, для детской поэзии, детской литературы, полноценно существует только в визуализации, только в картинке, в монтаже, особо монтажном на странице, да. Вот. Это то, что наш том не может себе позволить. Поэтому пришлось сделать выборку. Выбирали довольно придирчиво, выбирали то, что может звучать без картинки, без такого сложного монтажа, то, что безусловно. К тому же нужно понимать, да, как Сабгир относился к детскому своему творчеству, и как Сабгир относился к взрослому. Он как раз к своему детскому творчеству относился довольно, не то, чтобы пренебрежительно, как к ремеслу. Так как мы относимся к работе, да, к работе, за которую нам платят деньги. То есть Сабгир умудрился действительно удивительно выстроить свою жизненную стратегию. Всю свою жизнь он зарабатывал только литературным трудом. Но этот литературный труд носил, да, прикладной характер. Мы знаем, что вообще детская литература, детская поэзия – это прикладная поэзия. Там есть свои открытия, есть свои прозрения. Но в целом у нее слишком конкретный адресат, у нее конкретные задачи, слишком большие ограничения наложены на нее. Здесь довольно сложно быть таким настолько уж новатором, да, или настолько уж реализовать себя как свободный художник. Сабгир принял все эти ограничения, потому что эти ограничения позволяли ему остаться художником, поэтом. Более того, в общем, воспоминания о нем говорят, что он не чуждался и внешнего заказа. Есть замечательные воспоминания Холина, как Сабгир помогал ему править поэму о молодости, о юности Владимира Ильича Ленина. То есть Сабгир, к сожалению, эта поэма до сих пор не обретена исследователями, но я бы очень многое дал, чтобы прочитать эту поэму. Страшно интересно. Холин и Сабгир, детские поэты, авторы поэмы про Ильича молодого. Но то, что себе Сабгир позволял в области детской поэзии, он никогда не позволял в том, что можно назвать взрослой поэзией. Он никогда не позволял себе так называемых стихов паровоза, то есть те стихи, которые могут вытащить твою публикацию в журнале или даже книжку. То есть стихи про 1 мая, 7 ноября, Владимир Ильича Ленина, коммунистическую партию и так далее. У него нет ни одной легальной советской книжки, вызданной в советском издательстве. Его первые публикации были сам издатовские, его первые публикации были там издатовские. В Советском Союзе было исключено. Сабгира печатали как детского поэта, Сабгира ставили в кукольных театрах, его мультфильмы снимали. Ну, про Лошарика мультфильмы мы все знаем. Лошарик, вообще-то, это изначально поэма Сабгира детского. А сейчас Лошарик еще и носит имя «Грозное оружие». Подводный батискафт военный. Но для Сабгира было принципиально разделить эти две сферы. И его отношение к авторскому творчеству было крайне жесткое, крайне взыскательное. И здесь никаких моральных компромиссов, формальных компромиссов он себе не позволял. И вот в заключении моего тирада я хочу один мемуарчик небольшой. Я был на выступлении Сабгира еще студентом. Это было выступление в Центральном Доме Ученых. Сабгир, там это был вечер журнала, по-моему, «Знамя». И Сабгир читал, в частности, свои стихи и что-то рассказывал. Было такое небольшое выступление. И он честно признался, вы знаете, я не люблю детскую литературу. Я не люблю детей. Я вынужден этим заниматься только потому, что это кормит меня, кормит мою семью. Это ремесло. Ну, вот понимаете. Я помню, меня еще тогда удивило, немножко даже расстроило. Ну, как же так? Мой любимый Сабгир, автор замечательных детских стихотворений. Я тогда еще не знал, что примерно так же к детям относился и Маяковский. Автор строчки «Я люблю смотреть, как умирают дети». Что у Хармса вообще на люстре было написано, на абажоре, что это место, где убивают детей. Который говорил, что детей, конечно, убивать нельзя, но что-то делать с ними надо. Так вот, Сабгир это произнес, остался читать свои стихи. В частности, он читал «Парад идиотов». И вот он читает «Парад идиотов». И вдруг в зале, наполненном в основном севдобородами и седовласами, дамами и господами, вдруг раздается веселый, непосредственно детский смех. И знаете, это было настолько естественно и нормально, что я понял, что не всегда надо слушать то, что автор говорит о своих собственных стихах, о своем собственном творчестве. Надо смотреть то, что он делает. Вот это вот стихотворение «Парад идиотов», оно, конечно, взрослое. Но ребенок явно искренне радовался, слушая вот это «идет идиот», «идут идиоты». Это прекрасное, марширообразное. Вот как положено, на самом деле, детям писать. Это, конечно, Хармсовская школа в поэте. Как бы я, готовясь к сегодняшнему нашему подкасту, перечитал первую книгу «Голоса», в очередной раз уже сотый. И вновь мне пришла идея, что, к сожалению, он не был опубликован официально, но эта книга совершенно стоит в ряду больших, в смысле, масштаба поэтических книг Европы рубежа 50-х, 60-х. То есть это одновременно можно сравнить и с битниками сопоставить, и с немецкими авторами, и французскими, и так далее, и так далее. Невероятно дерзкая, невероятно точная. Я хотел спросить такой вопрос, я не знаю даже, обсуждалось ли это когда-то в критике или нет. В один или в два тома вошла проза Сабгира. И вот я хотел спросить и Михаила, и Аню, про то, что вы могли бы сказать о прозе Сабгира, потому что это совершенно терро-инкогнито, и что вы могли об этом сказать, как вы к этому относитесь, и что вы об этом думаете, и в какой бы ряд контекст вы могли ее поставить. Ну, это очень хороший вопрос, и довольно сложный, потому что, несмотря на то, что книжки-прозы «Летящий спящий» до сборника походили у Сабгира, но проза Сабгира совершенно не прочитала. И очень малоизвестно. Хотя Сабгир блистательный прозаик, особенно много он писал уже в последние годы. Есть несколько прозаиков Сабгира. Во-первых, есть Сабгир, ну, можно сказать, магический реалист. Его книга, название которого, награммирована его фамилия, его роман «Сингапур». И еще крупная вещь, которую я, наверное, ценю выше всех остальных, и это моя любимая вещь, я ее с удовольствием перечитываю, это повесть «Армагеддон». Совершенно потрясающая книжка, в которой реальность переполнена с какой-то сновидческой, энергической реальностью, фантазмом и фантазией с запечатлением советского быта, советского опыта, где в одном из героев узнаваем учитель Сабгира Евгений Крапивницкий, то есть глава вот этой самой, главный учитель Леонидовской школы, в которой масса всего интересного, масса языковой игры. Ну, например, там один из главных героев перекладывает стихами роман Достоевского «Идиот», тем самым желая причаститься к вечности, к вечному классике, стать продолжателем, учеником, последователем, и увековечить, дополнительно канонизировать великое творение Достоевского тем, что воплотить его в поэтическую форму. Ну, понятно, что на самом деле это, конечно, писал сам Сабгир, и вроде бы, как говорят, это вообще был его сначала проект попробовать переложить, это вполне такой неоавангардный проект, переложить прозаический текст стихами, но потом это отдал одному из своих альтер-эго, одновременно учителю, одновременно персонажу роман. Вот, в общем, это все читается очень здорово, это не простое чтение, это не чтение взахлеб, но это чтение с наслаждением. Вот, с другой стороны, Сабгир, конечно, абсурдист, и он невероятно ценен небольшими абсурдными зарисовками, небольшими малой прозой, короткими рассказами, это несколько циклов коротких рассказов разных лет. Они очень легко читаются, они забавные, смешные, абсурдные, невыносимые, бывают тяжелые, бывают депрессивные. Ну, то есть, вот. И в них как раз Сабгир, это тоже проза поэта, но немножко другая, это ближе, наверное, к поэтической прозе, к лирической прозе. Да, там, может быть, они могут быть очень интимные, такое-то, эго такие документы практически. У меня даже родилась аналогия, знаете, с чем? К таким, с блогом до благосферы. То есть, Сабгир, немножко поэт, который открытый писатель, открытый будущему, и он, само даже композиция, чередование этих рассказов чем-то напоминает, вот как мы вели, например, в живом журнале записи, да, мы могли себе позволить некоторые тексты размером, при этом, например, на страничку плюс-минус, вот, могли придаваться каким-то ритческим излияниям, философствованию, могли вспоминать, рассказывать какие-то истории, писать отчеты о встречах, мемуары позволять себе, да, и вот такая свободная монтажная композиция, этого не дает устать читателю от нас, и ленту можно было читать, как-то и прото-роман, или прото-сборник рассказов, вот Сабгир это делал. И, наконец, у него есть вообще миниатюры из нескольких строчек, то ли анекдоты, то ли афоризмы, вот, и вот, да, от крупных романных форм до вот этих полуафористических миниатюр, это, наверное, палитра Сабгира Прозаика. Еще раз говорю, он не прочитан, его еще надо заново прочитать, и узнать, и исследовать, вот, это все впереди, я надеюсь, что наш 4-х турнику способствует этому. Да, я вот абсолютно согласна тоже с основными какими-то моментами, которые были сказаны. Ну, я еще хотела, наверное, добавить, что меня в прозе Сабгира в принципе поражает, наверное, опять-таки, вот эта виртуозность обхождения с границей, в том числе, допустим, между родами литературы, да, вот этими условными, и там про такую прозаизацию его поэзии уже тоже достаточно много говорили, конечно, вот эта лирическая составляющая в прозе здесь тоже имеет место, но, наверное, то, что объединяет Сабгира прозаического, да, и Сабгира поэтического, это как раз вот эта способность постепенно, последовательно отбрасывать все, что может быть инерционным, да, и, собственно, поэтому его проза приближается, в чем-то к поэтическому высказыванию, и, наоборот, поэтическая тоже стремясь не совпадать с вот этим лирическим пафосом, она тоже становится более прозаической, и мне кажется, что вот это вот последовательное отбрасывание вот этих инерционных форм как раз позволяет этим текстам быть, опять-таки, очень изменчивыми, очень динамичными, и, наверное, это в том числе влияет на сложность читательского восприятия, да, то есть сложно, наверное, подобрать какой-то очевидный ключ, но тем интереснее с этими текстами знакомиться, и я вижу в прозаической ипостаси Сабгира, наверное, то, что выделяется в нем особенно ярко, это как раз способность находиться в каком-то диалоге с предыдущей эпохой, да, с предыдущими эпохами даже, и в то же время всячески их трансформировать, субверсировать, и вроде бы, имея непосредственный диалог с какой-то традицией, отрицать ее, да, и собирать из вот этих осколков прошлого что-то совершенно другое, то, что мало будет напоминать действительно какую-то классику, а больше действительно отсылать, вот как Михаил Георгиевич говорил, записи в блоге, да, и вообще что-то автофикциональное даже в этом можно заметить, это, конечно, раз то, что тоже предстоит действительно перечитывать и открывать, на мой взгляд. У нас сейчас будет вопрос, домашнее задание, мы просили наших гостей выбрать один текст сабгира любой формы, любого жанра, и рассказать, чем этот текст важен лично для них, и в этот раз я начать предлагаю с Анны. Да, ну на самом деле было, конечно, чудовищно сложно выбрать что-то одно, я, наверное, остановилась бы на таком важном для меня сюжете, конкретно в поэзии сабгира, это вот эта связь техники, тела и дискурса. И здесь, опять-таки, крайне сложно выбрать один текст, да, их множество и множество, особенно в голосах, но и не только. Ну вот в качестве таких характерных, да, можно взять два текста, например, проверено ОТК и кладбище самолетов. Не буду их сейчас зачитывать, да, надеюсь, что у всех будет возможность познакомиться с ними, собственно, в самом собрании сочинений, но я бы здесь хотела отметить как раз вот это, этот способ работать с такой достаточно сложной для того времени темой, темой технического прогресса и тем, как, опять-таки, любопытно Сапогир включает эту тематику в свою поэзию. Здесь происходит с одной стороны обращение к этой теме как явно маркированной вот этим официальным дискурсом, а с другой стороны эта же тема оказывается от него очищена. И во многом это происходит благодаря такому осмыслению в экзистенциальном ключе этих мотивов, когда у нас техническое никогда не дано как знак, собственно, именно прогресса, да, с чего-то такого радостного, светлого и завышего вперед, а скорее оно становится такой очень сложно устроенной метафорой для состояния сознания современного сапвирус-убъекта, которое нецелостно. И язык, который такой субъект, такое сознание может породить, он тоже нецелостен. И вот у Сапгера, в отличие даже от его ближайших коллег по Леонезовску школе, например, эта нецелостность, она работает как на уровне собственно мотивов, да, или мотивов, так и на уровне языкового эксперимента, да, эксперимента с языковым знаком. И вот пожалуй, этот микросюжет мне особенно ценен, потому что во второй половине XX века в русскоязычной неофициальной поэзии были и достаточно немало было случаев такого обращения к подобной тематике, уж тем более было много примеров какой-то игры, да, с различными официальными маркерами идеологии, но у Сабгира, мне кажется, это сделано особенно тонко, в том числе благодаря вот этому его, это его способности удерживать сразу многое, да, от такого конкретистского эксперимента или около конкретистского эксперимента до достаточно тонкой работы с сюжетом или микросюжетом лирического текста. Вот, не совсем получилось про конкретное стихотворение, но зато про конкретный сюжет. Михаил Георгиевич, вам слово. Ох, тоже невероятно сложно выбрать, достаточно сказать, что, конечно, хочется рассказать о чем-нибудь таком, что еще никто не знает, например, только в третьем томе, там, 12 не опубликовавшихся прежде или опубликовавшихся в очень труднодоступных, малотиражных или сам издатовских изданиях, и, конечно, хочется что-то оттуда выбрать и рассказать об этом, потому что там масса всего нового и поразившего меня по-хорошему в свое время или вот сейчас, когда мы готовили том, но есть среди произведений Сабгир, особенно для меня дорогие, хотя давно их знаю, это две поэмы, которые на самом деле являются одной поэмой, или, скажем так, это поэма Полимсест, одна поэма была написана как бы поверх другой, в глубокой-глубокой переработке. Это поэма 80-го года, которая называется «Быть может», были такие духи советские, может кто-то «Быть может», и поэма, у которых двойная дата, 1981-1997, называется МКХ, или не затрудка, МКХ, или МКХ, МКХ, Мушиный след. Когда я прочитал первую из них, вот это вот еще «Быть может», она была, в сам издате ходила, и была воспроизведена в книжке «Великий Генрих», это сборник статей у Сабгири, и там она была просто воспроизведена фототипическим способом, именно как машинопись. Я подумал, что интересная поэма, это поэма, которая втягивает читателя. Ее можно назвать, наверное, иммерсивной поэмой, партиципатором, как есть иммерсивный театр. То есть, это поэма, которая читателю предлагает не только читать себя, но дополнять, вписывать, дорисовывать что-то, издавать какие-то, она еще перформативная поэма, она предлагает читателю хлопать в ладоши, скрести, причинять себе боль и так далее. И вторая поэма, МКХ, в этом смысле, чуть менее иммерсивна, но тоже подхватывает этот самый принцип. Но обратила на себя внимание не только вот таким втягиванием читателя в процесс создания и исполнения поэмы, сколько своей темой, которая мне, когда я только познакомился с ней, показалась анахронической. Потому что тема этой поэмы, это атомная война, ядерная катастрофа. Знаете, я прочитал эту поэму в середине, нет, даже, наверное, когда, в конце нулевых годов, когда тема ядерной войны, ядерной угрозы, самоуничтожения человечества, казалось, ну, уже такой немножко ушедшей в прошлое. Я не очень понимал, зачем Сабгир, ну, понятно, зачем он в 80-м году был писал. Как раз тогда тема ядерного, самоуничтожения человечества была очень актуальна, была на весь мир развернувшаяся борьба за мир, но мы все это помним. Академик Сахаров, выступление Академика Александрова с предупреждением о возможных последствиях ядерной катастрофы. Эти вот модели самоуничтожения человечества, ядерная зима и прочее. И Сабгир, как будто бы, вот как советский автор, как будто он советский автор, да, подался вот на эту, так сказать, инерцию, инерцию общей борьбы за мир. Ну, просто решил это по-своему, так как, естественно, советский, ни один советский автор не мог себе позволить. Это, конечно, в этом смысле абсолютно андеграундная, новаторская, авангардная вещь. Ну, зачем в 97-м году переписывать, дополнять, что он такое знал, что он такое догадывался. И вот теперь, когда готовили мы вот этот четырехтомник, я работал над третьим томом, обе поэмы включены как раз в мой третий авангардный том, потому что они, безусловно, экспериментально, авангардны, я понял, что Сабгир здесь заглянул в будущее. Потому что сейчас, посмотрите, последние месяцы, последние годы с периодичностью раз, может быть, два-три месяца мы опять рассуждаем о том, сможем ли мы превратить мир в ядерную пеку, что будет, если будет ограниченный ядерный заряд привлечен, где мы будем спасаться, насколько надо заготавливать, ну, знаете, то есть, какое-то безумие, я не верю своим ушам, у меня детство прошло под вот эти самые разговоры, да, я в детстве с ужасом просыпался в детском саду, ибо я боялся атомной войны, я боялся атомной смерти, я не представлял себе, как это вот, бах, и меня не будет, и мама моя не будет, и сестренки мои не будут. вот, и Сабгир, оказывается, все это время этот страх, вот как память о войне, он пронес, да, через всю свою жизнь, о холоде, известном ему, также он пронес этот страх, ужас и понимание, что такое война, и Сабгир, в общем-то, был осторожным оптимистом по поводу возможных последствий от ядерной угрозы, ядерной войны, он не считал, что человечество уничтожит себя полностью, мир, он считал, что произойдет страшные и невосполнимые мутации, причем это будут мутации не только всего живого, появятся новые формы жизни, появятся новые органы и функции у человека, при этом, безусловно, цивилизация будет отброшена на тысячелетия назад, и неизвестно, сможет ли оно восстановить все то, что эти тысячелетия она накапливала, скорее всего, это будет невосстановимо, мутация будет подвержена язык, и вот это может быть самое интересное в поэмах, Сабгир показывает, что произойдет с языком, пережившим ядерную катастрофу, я, кстати, могу прочитать буквально пару диалогов из этого недалекого возможного будущего, да, видимо, действия происходят где-то в метро, в метрополитене, где люди прячутся, собственно, от последствий ядерных катастроф, вот смотрите, такие диалоги, где храма толстые руины зашевелилась, «Черный рынок?» «Продам зигзор!» «Купи блестец!» «Хороший дрыщ!» «Бери, отец!» Руины, даже плеши заросли, крапивный монг подстерегают заросли, а между тем летанты выросли, на плечах у вас выросли-выросли, хохушка пряталась в креодах, идиодах, быхвой хохчушке тоже нужен отдых, а мисква слезной ртутью капала, и все креоды дура схряпала, ну и так далее. Здесь и, конечно, футуристическая заумь, и глокая куздра, которая штека будланула бок в ра, но здесь какие-то непривычные, странные слова, которые зачем-то нам придется заново осваивать, изучать, потому что они обозначают что-то, что нам пока еще неизвестно, но это, я напомню, «быть может», именно так называется поэма, и поэтому сейчас я эти поэмы обе перечитываю с особым вниманием и с особой, наверное, горечью, и очень надеюсь, что Сабгир не окажется здесь пророком, он окажется лишь тем, кто сумеет нас предупредить оградящим нам опасность. Вот я хотел узнать, мы поговорили как бы о множестве разных текстов Сабгира, о том, как устроены тома, а вот есть ли какие-то тексты, которые не вошли в этом собрании сочинений, по каким-то причинам? Есть, конечно, во-первых, это не научное издание, я сразу хочу предупредить. Более того, это неизбежно при скорости его подготовки, мы понимали, почему мы торопимся, всякое могло быть, пока есть возможность, есть деньги, есть силы, есть желания, надо издавать. Поэтому Сабгир, еще учитывая, что мы работали в основном с архивом не машинописным, хотя есть и машинописная, часть его, а компьютерописным, если можно так сказать, Сабгир иногда хранил разные варианты своих текстов. И одно и то же стихотворение может иметь пять, шесть, семь итераций. И, конечно, они зачастую очень сильно отличаются. В каких-то исключительных случаях мы давали два-три близких текста, ну, например, один тот же текст за умной интерпретацией, вполне себе классической, конвенциональной. Но мы не могли всего это включить, и мы все это оставили на будущее издание, и, прежде всего, конечно, на научное комментирование издания. Во-вторых, конечно, детский текст. Большой корпус детских текстов, сценарии Сабгира не вошли, и вот для кукольного театра, для детского театра. Переписки Сабгира нету, а хотя переписка Сабгира есть, немножко мы опечатали ее вот в томе Леонозовской школы, которая тоже НЛО издавала в 21-м году, кто знает. Но в целом, конечно, переписка должна еще, быть, собираться, изучаться, публиковаться, потому что Сабгир интересен, и как кто-то писал письма. Ну, и надо еще, конечно, шерстить архивы, частные, личные архивы. Мы примерно представляем, где что есть. Многое удалось найти в Бременском архиве, где хранится и часть Сабгира, Агировского архива, и архивы тех, кто с ним общался, кто получал в подарки от него машинописи какие-то. Но, понимаете, нельзя здесь перфекционистом быть. Нужно было просто остановиться, признать, что вот то, что у нас есть, это мы должны опубликовать. Надо сказать, что нас чуть не проклили редактора и корректоры в Мечательном издательстве нового литературного обозрения. Потому что книжка уже чуть ли не в печать идет. А Юрий Борисович звонит всем в ужасе. Я нашел такой цикл. Если мы его не напечатаем, то смысла нет в том, что мы выпускаем это четырехтомник. Без этого цикла никак невозможно. И мы читаем, и думаем, «Ёлки-палки». Действительно, какой замечательный цикл. Неужели у Сабгиры такое есть? А это, оказывается, у Татьяны Никольской где-то завалялась бумажка. Вот она его случайно откопала, вспоминая о том, что Юрий Борисович ей говорил, что он будет делать четырехтомник. Понимаете, что происходит? Ты начинаешь делать четырехтомник, ты начинаешь всех теребить. И люди говорят, «Ну да, там что-то Юрий Борисович, там Павловец, там Данил, да, вот что-то там такое делает». Но запрос в ноу сферу уже отправлен. И человек вдруг сам неожиданно у него выпадает ему на голову или в чемодане в каком-то старом пыльном, он вдруг находит бумажку и говорит, «О, кстати, Орлицкий, о, кстати, Павловец». Звонит, пишет, «Иван Ахмедьев, знаете, сколько нам интересного показал?» Вот. И он, «А поздно уже, уже книжка ушла». И дальше начинаются скандалы, угрозы, мольбы. Шантаж. Да, да, да. И был такой, что один текст пришлось выкинуть ради того, чтобы другой, без которого никак невозможно вставить. Так что, на самом деле, я очень надеюсь, что вот этот четырехтумник, он еще и будет стимулом для того, что хранители вот этих роскошных драгоценных архивов зашевелятся и будут нам теперь присылать еще, 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 и мы все это будем систематизировать, собирать, сравнивать с разными вариантами для того, чтобы в будущем это тоже было истинно. Но если будет интерес Сабгир, если мы сможем вдохнуть очередную жизнь в интерес к этому поэту, мы верим, что потребуются новые издания, потребуется расширение, научные издания потребуются, мы это сделаем. И последний вопрос, который мы задаем всем нашим участникам, хотя Михаил уже начал на него отвечать, и, возможно, уже большая часть на него ответил, не зная об этом вопросе, какой может и должна быть литература и культура в целом в ситуации военно-политической катастрофы, в которой мы пребываем? Да, вопрос на самом деле дико сложный и практически невозможный, наверное. и ответ на него, наверное, стоит искать через практику прежде всего, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, любой какой-то очень ясный декларативный ответ на такой вопрос может тоже немного пугать. Но то, что я успела сама почувствовать, это, наверное, то, что самые такие сомнительные, в том числе эстетические сомнительные решения, как правило, принимаются как бы не совсем из своей позиции, а из какой-то грубости обобщения. И вот, наверное, та поэзия, которая сейчас может быть цена, ну и литература в целом, это, наверное, та, которая не стремится к этим обобщениям. И тут, конечно, тоже в нашем контексте не могу не вспомнить одну заметку Сабнира, где он как раз в виде такого очерка немного пишет о своем собственном методе, записывает пропуски, пустоты, скороговорка, разговор по телефону, недоговаривание слов, догадка, как хранятся слова в языковой памяти по одному, по два, по три и так далее. То есть это для меня, наверное, про что? Про то, что цена поэзии, которая не стремится к обобщениям, которая в то же время оказывается внимательно к месту, в котором находится, к пространству, которое она занимает, потому что, на мой взгляд, с этого начинается какая-то возможность диалога, будь то диалог с читателем или читательницей, или диалог с какой-то другой культурой, наверное, с определения своего и ответственности за это определение. Вот, наверное, я так попробую сказать. Ну, я чуть-чуть буквально добавлю, очень спасибо, Аня, вам прекрасно сказано, это очень важно и важно. Сейчас же вот что, сейчас время, вот есть такое выражение культура отмены, да, а сейчас культура даже не отмены, а культура размена и культура, есть эта вот культура, культура апроприации. То есть, что мы видим, вот это вот обострение политических, именно, идеологических разногласий, идеологической борьбы и войны буквально, войны интеллектуально-гражданской, приводит к тому, что пытаются буквально пересмотреть, переприсвоить то, что мы имеем в культуре, Что-то из культуры вычеркнуть, как будто этого не было. Запретить, умолчать. А что-то опустошить, наполнить ненастоящим каким-то фальшивым содержанием, имитационным содержанием. И сказать, что так оно и было. И поэтому, мне кажется, крайне важно не потерять вот эту связь между тем, что пишется сегодня, и тем, что мы имеем в качестве нашего наследия. Сделанное 10, 20, 30, 50 лет. Как бы помнить, откуда ты родом. И поддерживать эту живую связь. И не позволять опустошать наше наследие. И под видом некого открытия, под видом некоторого осмысления, интерпретации, на самом деле, вульгаризировать, выхолачивать те сложные смыслы. Не забывать о том, что подлинный смысл всегда неудобный, всегда сложный, всегда колючий, неоднозначный. Вот не позволять выпрямлять то, чем мы обладаем. И поэтому так важна сегодня сложная литература, сложная мысль, сложная поэзия. И в этом смысле я готов. Я не поэт. Но я исследователь, собиратель, издатель, комментатор. А есть поэты. И в этой аудитории, как минимум, я знаю двух поэтов. А даже трех. Для них очень важно, чтобы они говорили свое. Чтобы они не молчали. Потому что, когда я читаю их стихи, я вижу, что я не одинок. Что кто-то еще над этим думает. И кто-то еще подбирает слова, заполняет пустоты. Или предлагает это делать мне самому, вместе. И это наша миссия, наверное, в сегодняшнее тяжелое время. Поддерживать друг друга, не боясь службы. Спасибо большое. Время нашего подкаста подошло к концу. В качестве заметки на полях я еще добавлю, что у этого собрания очень интересное визуальное решение. И автор обложки Наталья Агапова получила приз на ярмарке Nonfiction за этот дизайн. Поэтому те, кто еще не знаком с обложками собрания Сабгира, заходите на наш сайт. Ссылки на книги вы найдете в описании этого подкаста. Слушайте наш выпуск на всех стриминговых платформах, на нашем YouTube-канале. Еще раз благодарю наших гостей за сегодняшнюю, как мне кажется, очень полезную, продуктивную, увлекательную беседу. И до встречи в следующем выпуске. Спасибо. 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 Очень-очень интересно. Субтитры подогнал «Симон»!